Нурсултан Каждый год наши танцоры в Федерации всегда поддерживают данное мероприятие, потому что оно является символичным. Конечно же, наша столица, Казахстан, известна на весь мир. И кто, если бы не творческие коллективы, вокалисты, которые сейчас прославляют, действительно, и об этом знают все. На ноябрь Федерация запланировала несколько мероприятий. Это чемпионат Азии и танцевальная олимпиада. Ежегодно они проходят во Дворце независимости, но в этот раз Федерация выбрала другую площадку – новый атлетический центр Назарбаев Университета. По традиции, чемпионат собирает около 4,5 тысяч танцоров со всего Казахстана. Организаторы надеются, что эпидемиологическая ситуация позволит провести большой праздник танца и в этом году. На фасаде жилого дома, расположенном на одной из центральных улиц столицы, появился новый мурал. Композиция рассказывает об отношении жителей к городу, в котором они живут, влюбляются, создают семьи. Все это показано через чистый, наивный детский образ. На фасаде изображена маленькая девочка, которая своими ручками старательно выводит знакомые ей пейзажи, байтерек, выводит надпись «Сердце великой степи». Это еще и говорит о преемственности поколений. И мы очень надеемся, что вот такое трепетное отношение к городу, оно пойдет ему только на пользу в будущем. И надо воспитывать в детях вот именно такое доброе и хорошее отношение к тому месту, где они живут, к своей родине. Это третье произведение творческой группы. До этого они посвящали мурал работника медицины. При создании рисунков группа использует специальные краски, предназначенные для уличных работ. Мы стараемся максимально уделять внимание подготовительному процессу, потому что очень важно, какой будет эскиз. И поэтому у нас уходит очень много времени именно на эту часть. Эта работа у нас заняла около месяца в общей сложности. Вместе с автором работали известные казахстанские художники Али Закир и Ержантанаев, которые переносили работу на стену жилого дома. После карантина для зрителей вновь открылся всемирно известный театр «Ла Скала». Из-за эпидемии коронавируса он был закрыт на протяжении четырех месяцев. Сейчас театр работает с соблюдением требований социального дистанцирования. Теперь залы могут принять гораздо меньше зрителей – всего около 600 человек вместо двух тысяч. Официальное открытие театрального сезона намечено на сентябрь этого года. Солисты хора и оркестр театра исполнят реквием Джузепа Верди в Миланском соборе Дуома в память о жертвах коронавируса. Еще одна композиция – «Девятая симфония Бетховена» – будет посвящена символичной победе над эпидемией. В Санкт-Петербурге отметили День Достоевского. Ежегодный городской праздник прошел в этом году в одиннадцатый раз. Впервые его организовали в формате онлайн. Праздник приурочен не ко дню рождения писателя, а ко времени, когда происходит действие романа «Преступление-наказание». Как известно, его события развернулись в начале июля в чрезвычайно жаркое время под вечер. Спектакль режиссера Александра Баргмана транслировался в ограниченном доступе на YouTube-канале «Музея Достоевского». Актеры петербургских театров представили короткие сценические зарисовки из разных произведений писателя. Картину Рембрандта «Ночной дозор» теперь можно рассмотреть до мельчайших подробностей. Государственный музей Амстердама опубликовал в интернете самое детальное цифровое изображение шедевра. Оно в 25 раз более детализированное, чем другие размещенные в интернете копии. Фотография имеет разрешение 44,8 гигапикселя, что позволяет рассмотреть каждый миллиметр огромного холста. Всего для этих целей сделали 528 отдельных снимков. Изначально фотографию создали для реставраторов, которые и в период карантина продолжают работать над картиной. Сейчас реставрацией «Ночного дозора» одновременно могут заниматься не более двух человек. Поэтому ее сроки перенесли с лета этого года на начало 2021-го. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова